Здравствуйте! В эфире программа Интонация в студии Светланы Самойлова. Праздник Ивана Купала. Всероссийский день семьи, любви и верности. Эти события украсили вторую неделю июля. А что за это время произошло в культурной жизни Оренбуржья, узнаете из нашей ленты новостей. Соединение душ родных. Праздник под таким названием прошел в парке Перовского в рамках Всероссийского дня семьи, любви и верности. Самые маленькие его участники рисовали семейные портреты и признавались в теплых чувствах на разных языках. Инициатором этой интересной душевной встречи стала Оренбургская областная полиэтническая библиотека. Для мам, пап, мальчишек и девчонок организаторы подготовили насыщенную программу. Любой желающий мог взять в руки понравившуюся книгу и почитать ее здесь же, уютно расположившись на траве. Стенд с литературой в этот день пользовался популярностью. Причем привлекал внимание даже тех, кто читать пока не умеет. Просто пришли погулять, увидели красоту, все это пришли посмотреть. Я рада, что этот праздник есть, что это альтернатива пресловутому Дню Святого Валентина, хороший наш российский отечественный праздник. Для меня семья – это в настоящий момент все. День семьи, любви и верности отмечается в нашей стране с 2008 года. Относительно молодой праздник своим появлением обязан Петру и Февронии Муромским. Историю их настоящей любви и крепкого супружеского брака юным оренбушцам поведал фольклорный ансамбль «Забава Орь». Мальчишки и девчонки слушали завороженно, а затем сами стали участниками действа. Программу праздника продолжили хороводы, песни, народные игры. Также ребята могли посостязаться в эстафетах. Особенно активные семьи вступили в конкурентную борьбу за звание победителя. Они представляли вниманию членов жюри свои визитные карточки, отвечали на вопросы викторины. Моя сестра, Саша, я люблю писать фенечки. Я люблю рисовать. С пустыми руками домой не ушли. В день семьи, любви и верности в парке Перовского все желающие могли стать участниками мастер-класса по изготовлению семейного оберега и символа праздника – ромашки. Пора, которую принято называть горячей, для абитуриентов Оренбургского института искусств в самом разгаре. В стенах учебного заведения проходят вступительные экзамены. Тех, кто мечтает пойти по творческой стезе, проверяют на наличие способностей. Если сравнивать с прошлым годом, то в этом году приблизительно такая же конкурсная ситуация, но в районе двух человек на место. Интересным пользуется актерское искусство, это традиционно. Кроме того, на эту специальность мы набираем раз в два года, поэтому и конкурс здесь, в общем-то, тоже достаточно высок. Перед входом в концертный зал Института искусств в ожидании томятся те, кто выбрал специальность артист музыкального театра. Сегодня второй тур творческого конкурса. Исполнение моей мечты детства, я захотела просто быть актрисой. Решила, что надо воплотить эту цель свою. Улюбленный безнадежно, испытал я все муки. Кто-то уже использовал свой шанс, кто-то еще только готовится. Практически в каждом кабинете в эти дни проходят консультации и репетиции. Педагоги помогают абитуриентам исправить ошибки и подойти к экзаменам в хорошей форме. Начинаешь все нормально. Василий, ии, Василий, продай, открою. Василий, ии, Василий, ии, вас это не надо. Все здание Института искусств наполнено звуками. Так оживленно будет до 24 июля. Именно тогда завершатся вступительные экзамены. В дни летних каникул татарский драматический театр не дает юным оренбуржцам заскучать. На сцене детские спектакли на русском языке. Приобщиться к прекрасному мальчишки и девчонки могут не только здесь. К некоторым театр имени Мерхайдара Файзи сам приезжает в гости. С яркими и поучительными постановками актеры уже побывали во многих детских садах и лагерях. Причем пределами областного центра дело не ограничилось. Были недавно в Солилецке. Там играли тоже, показывали свои спектакли в трех детских садах. И очень понравилось. И они вот еще едем туда в августе месяце тоже со спектаклями. Также в Беляевском районе село Алабайта мы показываем. Близежащие села тоже приезжают. Хотим вот в Октябрьский район тоже съездить. Давай двоем, ну, возьмись. Вот. Молодец. Давай, вот. Начинающие театралы не просто наблюдают за ходом спектакля, а сами оказываются вовлечены в игру. Такой подход ребятам нравится. Уж больно хочется помочь героям. На долю некоторых персонажей выпадает множество испытаний. Как в сказке Габдулы Тукая «Сильный тот, кто умный». Кто же сюда стоит? Значит, я сейчас по леду соседних селок. Долги собирать. Вернусь. Чтобы были мне два мешка с пшеном. Да. Но если не будет пшена, то отведите козу и овцу в мой колес. Белее! Чтобы не достаться злому соседу Баю, коза и овца уходят в лес. В финале сказки, применив смекалку и хитрость, они спасают не только себя, но и своих хозяев. Познакомиться с детским репертуаром татарского драмтеатра можно будет до середины августа. Впрочем, совсем скоро интересная программа ждет и взрослых. В настоящее время идет усиленная подготовка к мусульманскому празднику Рамазан. В Челябинске прошла церемония награждения участников и победителей Южноуральской литературной премии. Среди более 200 работ жюри конкурса выбрала лучшие. В номинации проза «Профессиональные авторы» лауреатом премии стал наш земляк, член Союза писателей России Петр Краснов. Сегодня он у нас в студии. Петр Краснов, член Союза писателей России, лауреат Всероссийских литературных премий, обладатель диплома ЮНЕСКО за выдающийся вклад в мировую культуру. Здравствуйте, Петр Николаевич. Поздравляем вас с победой. Насколько почетно и волнительно было получить именно эту награду? Волнения, наверное, особого нет. Я не новичок в нашем деле литературном. Премию приходилось получать. Ну а то, что оценили мою работу, а именно роман «Заполея», мне было, конечно, лестно. Я был рад, что у меня нашлись настоящие читатели. Расскажите о церемонии награждения. Насколько я знаю, ее провел поравнучат и племянник Михаил Лермонтов. Да, и жюри, и вот приехал на церемонию награждения Михаил Юрьевич Лермонтов. Полный тезка своего? Да, полный тезка. Он очень активно работает в культуре, в нашей, в русской. Он член общественной палаты России. Мне было приятно с ним познакомиться. Лестно было пожать ему руку. Вы представляли роман «Заполье». О чем он? Этот роман писался долго, по меньшей мере полтора десятка лет, наверное. Это роман о середине наших роковых 90-х годах, когда решилась, в общем-то, судьба страны. Ни много, ни мало. Вот об этом времени, в самый разгар вот этих так называемых реформ, о том предательстве, которое совершила элита страны по отношению к народу, к истории, к государству, ко всему. Одна из основных тем романа – это трагедия русского патриотического движения. А что вас подвигло к его созданию? Тревога за все хорошее, что мы успели наработать, наш народ, наш многонациональный народ. За то, что мы не смогли отстоять завоевание наших отцов, дедов, предков. Петр Николаевич, а что вас вдохновляет на создание произведений? Откуда берете сюжеты, черпаете, и образы, персонажи откуда возникают? Ну, вы знаете, вот мой главный герой – журналист Базанов. Вот. Это человек, который решил сделать газету патриотическую именно, вот в то самое жесткое, жестокое время, середины 90-х, вот, чтобы доносить людям правду. Вот этому он посвятил свою жизнь. Вот. И роман заканчивается трагически для него, но, с другой стороны, он приходит, он изменяется и внутренне, он приходит к вере. И я таких людей встречал на своем пути много. Журналистов, писателей, которые брались за вот это неподъемное дело, это донести до народа правду о происходящем. И вообще у меня большей частью моих, так, главных персонажей в повестях, в моих рассказах – это люди, которые борются. Мне интересен вот человек, борющийся. Только на них одна надежда наша. А над чем сейчас работаете? Какие у вас творческие планы? Проще сказать, над черновиками работаю. А черновики пишутся у меня долго, я, вообще-то, медленно работающий человек. Я стараюсь придерживаться нашего, ну, скажем так, классического литературного языка. Я очень люблю Бунина, Шолохова, Толстого, Достоевского. Вот тот языковой, так сказать, пласт, которым они подняли, он почти бесконечен. И вот эти все новаторства, которые пытаются, это крошки с этого, с огромного пласта. И я предпочитаю, вообще-то, более или менее традиционную литературу. Но традиция – это ведь не значит отсталости. Традицию всегда надо развивать. А над черновиками какими работаете? Какое-то конкретное произведение? Я обычно не говорю, над чем работаю, поскольку и сам не знаю, завершится ли это. Законченным произведением или останется в черновиках. Петр Николаевич, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо, читайте. В гостеприимном селе Кубанка Переволодского района прошли Дни немецкой культуры. Для участников праздника выступили творческие коллективы Оренбуржья, Республики Татарстан, гости из Тюмени, Томска, Нижнего Тагила и Энгельса. О том, как это было, узнаете из нашего сюжета. Это земля господина Деева? Да-да, это земля Деева. Одежда незнакомая и говорят не по-нашему. Видно, издалека будут. Лошадь очень усталая. Да, вам тут трудно будет жить. У вас же ничего нет. Юрты нет, баранов нет, даже дома нет. Было нелегко, но трудолюбие взяло верх. Откликнувшись на вызывной манифест Екатерины Великой, в 18 веке тысячи немецких семей отправились осваивать дальние пределы Российской империи. Сегодня их потомки живут и на Переволодской земле. Как и в прежние времена, имеют подворье, держат нехитрое домашнее хозяйство. Я переехала сюда всего 22 года назад. Вы знаете, что я заметила? Я купила немецкий домик. Но я заметила то, что в нем делать больше ничего не надо. Настолько там все добротно сделано, настолько качественно, настолько все продумано. То, что немцы – это народ рукастый, хочется сказать, что головастый. Это сто процентов. Сначала работа, а потом игра. Даже пословицы и поговорки у немцев все о труде. Потому и в доме чистота, и все приспособлено в быту. Но и веселиться они тоже умеют. Такой колорит, так здорово. Песни звучат не только на немецком, но и на русском языке. Любому человеку нужен праздник. А вот такой, как сегодня, обязательно нужен хотя бы раз в десятилетие. Здесь, в Кубанке, раскинули свои подворья представители самых разных народов, живущих в Оренбургской области. На угощение не скупились. Каждый мог попробовать блюда, специально приготовленные для гостей. В один день небольшое село стало центром межнационального общения. Я сразу сказал, когда мои родственники уезжали, я говорю, я не поеду в Германию. Потому что я служил на севере, там климаты самые, ну, неприятные. Здесь лучше, вольно. Я местный Кубанский, уехал в 90-м году. И приезжаю, считай, каждый год. И меня всегда тепло, горячо встречают. Не только хлебом единым, но и верой силен немецкий народ своей историей. Поэтому с собой на праздник привезли еще и музейные экспонаты. Этим книгам из этнографического Кичказского музея больше 100 лет. Они ровесники первых переселенцев и свидетели тех давних событий. Основное действие развернулось в зеленом дворике. На летней сцене выступали творческие коллективы из шести регионов России и ближнего зарубежья. Да и своих артистов в Кубанке тоже немало. Уже несколько лет здесь проводится областной фестиваль джазовой музыки «Рождественские встречи». Его организовал руководитель Кубанского оркестра Яков Пеннер. Настроение у гостей и хозяев праздничное. Да и как не радоваться, когда кроме отремонтированного дома культуры, Кубанка еще и детский сад с современным оборудованием в подарок получила. Правительство области в своей работе ставит целью, чтобы все проживающие чувствовали себя как дома. Вот сегодняшний праздник, он как раз и направлен на поддержание исторических событий, которые происходили на территории нашей Оренбургской области. Мне достаточно легко заниматься национальной политикой, потому что во мне как минимум 16 национальностей, в том числе есть какая-то капля немецкой крови. Поэтому вот все, что здесь происходит, оно находит отголоски в душе. И вообще я хотела бы сказать, что история немецкого народа, роль немецкого народа, она как некая очень замечательная нить в общей конве, в ковре, в рисунке ковра истории народов Оренбургской области. Праздник в Кубанке, посвященный 120-летию основания немецких поселений в Переволодском районе, стал знаковым событием для всей Оренбургской области. И прошел под девизом «Мы часть твоей истории, Россия, мы твой народ». Для кого-то лето – время отдыха, а в театрах области идет подготовка к новому сезону. В Оренбургской мускомедии на конец августа запланирована сдача спектакля «Кот в сапогах». Хорошо знакомая всем сказка Шарля Перро оживет на сцене Оренбургского театра музыкальной комедии. Над созданием обновленного «Кота в сапогах» трудится творческая команда из Нижнего Новгорода. Режиссер Дмитрий Крюков, художник-постановщик Екатерина Крюкова, хореограф Владимир Клопатюк. Автор либретто – Евгений Муравьев, музыка – Егора Шашина. Сюжетная линия в спектакле сохранена. Благодаря хитрости и предприимчивости «Кота» его хозяин получает титул «Замок и любовь принцессы». Юные зрители смогут увидеть на сцене и новых героев. Мюзикл обещает быть шедевральным. Мы хотели окунуть детей, как маленьких, так и больших, которые будут приходить к нам на сказку во времена 18-18 века Франции. Это стиль барокко, рококо, показать им красивые пышные платья, парики. У нас актеры будут с гримом, который использовался в те времена. Пока актеры вживаются в роли, в швейном цеху тоже кипит работа. Создание винтажных костюмов – процесс кропотливый и трудоемкий. И здесь нельзя не учитывать насыщенную хореографию мюзикла. Наряды героев должны быть не только красивыми, но и удобными, не сковывающими движения. В костюмах не используются никакие сложные элементы, которые были присущи как раз тому времени. То есть у нас нет тяжелых подъемников, у нас легкие достаточно парики. У нас все костюмы созданы с учетом того, что у них идет очень сложная, тяжелая хореография. Я думаю, что им будет очень легко и комфортно. К тому же это, наверное, приоритет в примерке. То есть когда мы начинаем мерить, мы обязательно заставляем их двигаться, смотреть, что удобно, неудобно, обязательно учитываем их пожелания. Парики с имитацией кошачьих ушей – еще один атрибут, без которого в этом музыкальном спектакле не обойтись. Актерам предстоит привыкнуть ко многому. Впрочем, время на это у них еще есть. И все, и не вернись, что он там делает? Не пустили. Он пошел на тебя. О-о-о! Да не мукался! Подарочек! Ну! И что мы теперь делать будем? Мяу! О том, чем будет удивлять оренбургского зрителя постановочная группа спектакля, мы поговорим с гостями нашей программы. Дмитрий Крюков – актер, режиссер, постановщик. Выпускник кафедры режиссуры драмы Российского университета театрального искусства. Режиссер спектаклей «Я» Фейербах, «Аладдин», «Бэмби», «Кот в сапогах». Владимир Клопатюк – актер, балетмейстер, хореограф. Выпускник кафедры пластической выразительности Екатеринбургского театрального института. Худрук театральной мастерской «Ах» – город Нижненовгород. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Вы впервые работаете с труппой Оренбургского театра музыкальной комедии. Поделитесь своими впечатлениями. Ну, впечатления самые прекрасные, самые замечательные. Потому что труппы работают с такой отдачей, с таким положительным настроем на работу, на производство этого спектакля, над которым мы сейчас занимаемся. Поэтому приходить на работу для меня сейчас просто праздник. Это я говорю абсолютно искренне. Потому что ребята, помимо того, что я им какие-то задачи даю, актерские, режиссерские и так далее, они начинают уже в этом материале… Жить, существовать. Совершенно верно. Жить, существовать. Они что-то начинают придумывать, что-то начинают подсказывать. Они в перерыве сидят, там что-то между собой обсуждают. Вот здесь нужно сделать было так, здесь нужно было сделать так. А если мы сделаем вот так, так будет поинтереснее. И там подходит ко мне Дмитрий Сергеевич, а можно ли мне вот так вот попробовать. И я как режиссер, я всегда иду на уступки. Самое главное, что труппа подготовленная. Особенно артисты и балета, и артисты хора. И все готовы и танцевать. Поэтому темп идет у нас очень быстрый. Сначала мы думали, что будем делать один танец три часа, а мы его делали там минут за сорок. «Кот в сапогах» – достаточно известная сказка. У нее уже сложившийся свой стереотип этой сказки. Скажите, а вы вносите какие-то свои режиссерские задумки, коррективы? Что-то будет необычное? Сказка, написанная Евгением Муравьевым, по классическому сценарию. То есть практически каких-то нововведений Евгений Иванович не вносил. Но там появляются некоторые персонажи, которых не было, допустим, в классическом варианте. Да, там, допустим, у людоеда есть помощница Ворона. А этой помощнице мы, допустим, с Владимиром придумали еще таких вот теней. Будут из разных щелей вылезать, ползать. И такими помощниками тоже у людоеда будут. Не напугают детей? Они должны напугать детей. Они не то, что не напугают. Но сказка без какого-то ужаса-то легкого все равно неинтересна будет. Тем более современным детям, которые смотрят современные. Детей, которые воспитываются и растут в западной культуре кино, мультипликации и так далее. Их уже удивить чем-то, мне кажется, сложно. И напугать тоже. А вот заинтересовать, это, скорее всего, да, будет возможно. Скажите, а что легче поставить? Детский спектакль или для взрослых все-таки? Для взрослых легче поставить. Для взрослых легче совершенно верно. Я с Владимиром здесь буду согласен, потому что детей не обманешь. Если они видят фальшь в этой жизни, которая происходит сейчас на сцене, им сразу становится скучно. Им сразу становится неинтересно. Они сразу начинают лезть в пакеты, доставать шоколадки, играть с соседями в камень-ножницы с бумагой или еще что-то. Я, к сожалению, был свидетелем подобных спектаклей. Самое главное, что и родители, которые приходят вместе с детьми, всегда попадают тоже в какую-то сказку вместе с ними. Обычно это происходит, что привели ребенка, и родители сел и уснул. А когда сказка настолько интересна, что у нас и взрослые, и дети, то есть вот так вы смотрите, когда мама Матов... Подожди, подожди, я тоже хочу посмотреть. Что там будет интересного? Я и делать-то ничего не умею. Братья, не выгоняйте меня. О, а давайте я вас буду песнями развлекать, и работа быстрее пойдет. Скажите, а музыка специфична, она подразумевает какую-то особую пластику? Безусловно. Ну, музыка, она сама по себе интересна, то есть она современная. Она, это музыка, которая играется на радио, которая играется в магнитолах у родителей, которая играется в плеерах. То есть она современная музыка. Но пластика в этом спектакле, она особенная, поскольку мы хотим отойти вот именно от канона вот этой хореографии, то есть набора движения, которые собираются в какие-то комбинации. То есть каждый танец – это отдельный пластический этюд, который продолжает действие, либо его увеличивает, его эмоциональную какую-то оценку. Хотим сделать именно действие, 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 действие. Смена картины для них? Смена картины, смена картины, смена картины, смена картины. Чтобы это постоянно было действие, при этом было веселое действие, задорное, Постоянно с какими-то фусичками, приколюшками, такими-то вот... Гэками. Гэками, да, вещами, которые будут смотреть, опять же, и взрослым, и детям будет интересно. Дмитрий, это ваша первая постановка «Кот в сапогах» или вы где-то еще ставили уже? Нет, мы ставили «Кота в сапогах» в Нижнем Новгороде. Вы перенесли на нашу сцену? Нет, нет, это не перенос, это другой спектакль. Мы изменили декорации, мы изменили костюмы, изменили хореографа, потому что в Нижнем Новгороде хореограф был совершенно другой. Поменяли характер персонажей, мизо-сценический, то есть нет, там сохранилась только стилистика. Когда Оренбургская публика увидит спектакль? Осенью, я надеюсь, осенью. Надеюсь, да, надеюсь, это будет сентябрь. Спасибо вам большое, что нашли время для нашей программы. Вам спасибо, что пригласили. Дорогических успехов. Спасибо, что пригласили. Вам спасибо, что проведите к нам на спектакль обязательно. На сегодня это все. Через неделю мы вам расскажем о новых культурных событиях. Ну а я с вами прощаюсь ровно на одну неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова